Девушки отдыхают Ну, будем с этим бороться Если хочешь, поешь Да нет, спасибо мне, кофе хватит Рэй Да Но ведь еще ничего не известно Меня может канал не утвердить Они просто пригласят какую-нибудь звезду Это абсолютно не важно Почему ты так не хочешь, чтобы я играла Василису? Да мне все равно Хорошо Почему тогда ты возражал? Слушай, я не хочу сейчас об этом говорить А я прошу тебя сказать об этом Потому что я постоянно переживаю Ну, мы могли бы поработать вместе Я бы всему у тебя научилась Слушай, я не учитель И считаю, что тратить на это время глупо Это работа, понимаешь? Я же вроде всем понравилась Понравится в том бардаке? Может кто угодно? Хорошо Значит, тебе я действительно Так не понравилась Да я тут при чем? Хорошо, а что тут при чем? Знаешь, что я больше всего ненавижу в жизни? Предательство Я что, тебя предала? Да Да, предала Ну что ж, я надеюсь, психологические сложности мы по ходу дела преодолеем А взаимоотношения актеров, Стелла, на тебе Хорошо Ну что ж, сейчас нужно принять решение по другим персонажам У меня есть кандидатура, я предлагаю Анечку Очень хорошая девочка, Александр Яковлевич Я тебя предала В чем? А использовать человека – это не предательство? Как я тебя использовал, я не понимаю Очень возможно, что ты не понимаешь Но это тебя не оправдывает Значит, просто ты такая Какая я? Какая? Я тебя просто подыграла на пробах Они все решили, что я подхожу на эту роль И что? Я должна была отказаться? Мне кажется, от такого шанса не отказываются Катя, это классическая театральная ситуация Что-то случается с актрисой Ну, например, она ссорится со своим женихом, с которым играет в одном спектакле И уходит из театра Все в ужасе Но тут появляется служанка Она знает эту роль наизусть, понимаешь? Вуаля! Отличный дебют Все в восторге, все довольны Но тут выясняется, что служанка Все это время провоцировала актера И актрису на ссоры Это ты? Ты что, серьезно сейчас? Нет, шучу Я не говорю, что ты виновата в нашем расставании с Кристиной Но ты воспользовалась мной Ты пришла ко мне на работу Долго ждала шанс Тебя утвердили на роль Неужели так хочется попасть в телевизор Что ты решила воспользоваться мной? Да если ты считаешь, что я тебя предала И подозреваешь в том, что я тобой воспользовалась Я просто не смогу здесь больше жить Я пойду собираться Кать, ты не только не сможешь здесь жить Ты не сможешь здесь работать Ты что? Ты вот сейчас все это серьезно, да? Уж куда серьезнее Кать, я не могу жить под одной крышей С человеком, которому я не доверяю А тебе я не доверяю Я заплачу тебе зарплату за последний месяц, естественно И даже дам премию За хорошую работу Но я больше не хочу Видеть тебя у себя дома Я тебя увольняю, Катя Катя Ты чего тут? Что-то случилось? В общем Меня уволило Сказал собирать свои вещи И Выметываться с его квартиры Подожди, давай по порядку Я не все знаю о твоей жизни Я работала ассистентку УРЭ Потом Василиса пригласил меня в свой сериал А он закрылся и сказал, что я Что я его использовала В общем Я бы просто вауче хотела на пробах Ну это я знаю Ну А теперь он сказал, что Понятно Ну капризная звезда Нанюхался чему-нибудь и несет всякую фигню Он не нюхает Катя Ты не переживай Ты можешь пока пожить у меня Потом, когда все наладится Ты померишься с ним и вернешься Может и правда так надо сделать А то я совсем уже стала им жить И переехала к нему И вообще не думала, что так все закончится Да уж, это нехорошо И кстати, если ты сейчас уйдешь Ну просто исчезнешь То он наверняка будет нервничать Актеры они такие Сначала натворят делов сгоряча А потом жалеют Тем более потерять тебя Это беда Просто он пока об этом не знает Он по-моему вообще ничего не знает Пашка Жизнь налаживается Отлично Ты выиграла в лотерею Я буду пробоваться на роль Розы Ладно Все нормально Мне на грим пора Мне то, что до нужны Слушай А ты с Василисой давно знакома? Давно Я была свидетельницей очень многих событий, которые в этой книге описаны Круто Наверное, поэтому она тебя и взяла Да не знаю Она просто говорит, что мы похожи чем-то Да? Ну нет, я бы не сказала А ты вот сегодня с Пашей там сидела У вас с ним что? А что? Ничего с Пашей Нет, просто я подумала, что вы с ним Да нет, он просто предложил пожить у него У него? Ну, ну да Пока я не найду себе квартиру, меня же Рэй выгнал Тогда добро пожаловать к нам В смысле к вам? Мы с ним живем вместе Живете вместе? Ну, в коммуналке снимаем комнаты Ааа, а я-то подумала, что... Ну, что-что-что вы с ним Друзья Так... Что у тебя с ним все-таки? Надеюсь, будет хорошая дружба Ты Данила не видел? Видел Мне очень нужно с ним поговорить Не советую Он сегодня не в духе Видимо, как и ты Дилетантщина Ты, конечно, хотела поговорить с ним О ваших отношениях, о любви Возможно Послушай меня внимательно Ну, ты же красивая, хорошая, добрая Ну, зачем тебе тратить время на этого человека? Понимаешь, он совершенно не создан Для нормальных, искренних отношений Которые нужны тебе Вот я сегодня хотел с ним поговорить по-человечески Данила Мне нужно с тобой поговорить Сядь нормально, пожалуйста Да все, я... я в порядке Сядь и успокойся Да у меня же все отлично У нее все отлично, ты видишь? У нее со всеми все отлично И со мной, и с тобой А ты злой Ты что, ты... Злой красивый Ты что, несчастен, да? Я что, сегодня записан на психоанализ? Мисс Фрейд И вообще, вы все время ведете прием в таком состоянии? Послушай, мне кажется, что тебе сейчас лучше пойти проветриться Потому что ты немного выпила Блин, да я не верю ей нихрена! Что ей нужно? Выпить реально стакан водки, чтобы она смогла Сырать пьяную! Так, стоп! Не, ну я мужчину валяю, а! Так, я тоже Рэшка, что случилось? Что происходит? Стелла, я предупреждал тебя Что я не собираюсь играть с дилетантами У вас нет на эти роли нормальных профессиональных актеров, что ли? Так, давай ты сейчас успокоишься Мы доиграем, а потом поговорим, хорошо? Нет, я не буду доигрывать Если они тебе так нужны, играй Данилу сама Да если хочешь, да я могу сыграть Данилу, а! Так, подожди, похоже, поговорить придется сейчас, да? Да лучше я с ним поговорю, а! Давай поговорим! Нет, подожди, сядь, подожди! Давай, давай! Нет, подожди, подожди! Поговори, давай! Давайте поговорим, давай, пойдем! Давай, давай! Так, присядь поговорим Дорогой мой артист, почему ты срываешь мне пробы, а? Я срываю пробы Да, ты срываешь пробы Ты соображаешь, что ты говоришь? Я соображаю! Почему ты позволяешь себе унижать своих партнеров? Стылочка, я никого не унижаю, но работать с дилетантами я не собираюсь Значит так, дорогой мой, Катя утверждена каналом И поэтому, хочешь ты этого, не хочешь, она будет играть эту роль Играть роль? Да, играть роль Мы сейчас о ком говорим? Об актрисе или об ассистентке, которая возомнила себя актрисой? А что ты так нервничаешь? Взял бы, помог как-то, поучаствовал в судьбе актрисы Вообще, надо быть как-то снисходительнее, дорогой мой Меня это бесит Что тебя бесит? Вот что тебя бесит? У тебя в этом сериале потрясающая роль Мы еще не начали снимать, о нем, может, пишут, говорят, что тебе еще нужно Ты вообще, ты взрослый человек Надо быть как-то мудрее, дорогой мой Я попробую, но нянчиться я не собираюсь Мне за это не платят Значит так, если ты не найдешь общий язык со своими партнерами У тебя есть шанс вообще ничего не заработать А вот это вот слабо? Кстати, ничего, куколка Но у тебя с ней ничего не выйдет Ты чего не в себе, что ли, совсем? А я тоже думаю, что ничего не выйдет Не, ну действительно, она не живая какая-то, точно Готов поспорить Штука баксов Три Розы разбей Разбила Схаваешь? Да не вопрос Три тысячи долларов Мы сейчас пообедаем И время пошло, окей? Так, девушка Нам, пожалуйста, два майкука Микук А вот молодому человеку что-нибудь такое мясное А Данила? А Данила будет то, что посоветует девушка Девушка, а что вы посоветуете? Эм, хороший суп Цинь май Девушка, вы русскоязычная, да? Вы выросли в нашей стране А скажите, вам нравится здесь работать? Девушка, а что вы делаете после того, как закончится смена ваша? А, да, девушка, нам еще, пожалуйста, два чая с жасмином Фу Что такое, а? Кась, ты будешь играть? Или ты не будешь играть? Скажи, пожалуйста Ты хоть прочитай там Станиславского, я не знаю Достоевского Сходи в театр Стелла, сделай что-нибудь Вот с этой актрисой В прав ей мозги Или я уезжаю Я не хочу играть с деревом Слышь, а ты не слишком много на себя берешь? Хочешь в рыло? Вы попробуйте И потеряйте единственного персонала в этом гадюшке Я попробую Да что ты Ха-ха-ха Ха-ха-ха Что? Да выпендривался? Что? 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 Я вот ненавижу Я ненавижу все вот эти ваши интриги Вот эти вот скандалы Вот эти все истерики Конечно Тебе же больше нравятся тихие интриги Конечно Да, а знаешь почему? Потому что в них хотя бы люди не теряют своего человеческого облика Ты серьезно что ли? А ты серьезно? Абсолютно Вот ты серьезно, да? Серьезно Что? Что? Ладно, все Нахрен всю эту философию Объясни мне Что мы будем делать? Вы будете снимать сериал Так А ты что будешь делать? А я, знаешь ли, известный актер И у меня нет недостатка в предложениях Да? Да Значит так Известный актер Ты нам нужен Ну Я смотрю, не очень нужен Не очень А ты возьми на роль Данилы Вот Мальчика этого Дольщика Он замечательно вам сыграет вместе с моей бывшей ассистенткой Прекрасная дилетантская пара Слушай, ты можешь успокоиться? Я уже уволила этого мальчика Я прошу тебя Выдохни, расслабься И пойдем спокойно, нормально работать Точно уволила? Точно уволила И вообще, я тебя умоляю Вот будь как-то помягче, что ли Постарайся быть поспокойнее Мне еще три месяца Три месяца с тобой работать Я с ума сойду, понимаешь? Ну ладно, хорошо Зачем ты дал по морде этому перцу? За дело Как будто вы сами не видели Ты полез на свое дело Это мое дело Он вел себя как урод Так вот из-за твоей принципиальности Я завтра остаюсь без дольщика Что? То, что ты слышал Ты уволен Понимаешь? Я ничего сделать не смог Ты же дал по морде звезде По наглой, сытой морде Паш! Что? Я хотела тебе сказать большое спасибо За что? Там на площадке ведь все понимали, что происходит И только ты один за меня заступил Я просто не люблю, когда обижают маленьких Но я думаю, что никто не любит Просто они молчат Конечно Против звезды не попрешь А мне пофигу Я простой саранский парень И этих звезд только по телевизору вижу Кстати, там они больше похожи на нормальных людей Да Рэй он хороший Просто у него сейчас только проблемы От него сбежала невеста И ему... Это не повод становиться уродом Послушай Но ты же совсем ничего не знаешь про звездную жизнь У них столько комплексов, проблем и... Да я как раз знаю Сколько нужно нервов, чтобы оставаться звездой? Если он станет обычным, нормальным человеком О нем все забудут через два дня Да, он очень много усилий прикладывает, чтобы оставаться на виду Оставаться на виду и быть скотиной? Это очень легко А вот... Подумать, что от него зависят другие люди Это им слабо Я больше не хочу видеть эту хрень В смысле? Ты что, решил уволиться? Меня уже уволили Подожди Пожалуйста, давай я попробую поговорить Не надо Я не хочу здесь работать Паш, ну пожалуйста Я тебя очень прошу, но не делай этого Давай я что-нибудь придумаю Я... Так, жди меня здесь, ладно? Ну что, Стелла Что там у тебя происходит на пробах? А что? Что у меня там происходит на пробах? Ну ты понимаешь, что нам отступать-то некуда? Давай рассказывай Ну в общем, Макарова бесит Кате Он ее всячески гнобит Но это нормально Нормальные актерские вот эти вот дела Ну а ты-то должна все держать под контролем Так я и держу Все в порядке С Рэем была проведена определенная беседа Он подуспокоился Ну конечно, ворчать продолжает Ну это нормальный съемочный процесс И что? Доворчался до драки? Так, оказывается, ты все знаешь Что тогда спрашиваешь? Нет, не все Господи, ну в общем У нас есть мальчик Пашка Мальчик Пашка, он дольщик В общем, этот Пашка Не сдержался Вступился за Катю Вот он вступился за Катю Дал морду Макарову Ну и таким образом сорвал пробы Ну честно говоря, я этому Рэсаму по морде дал Вон ты видишь Ну а что Пашку-то уволили? Да К сожалению, пришлось уволить Ну потому что Макаров выставил условия Либо он, либо он В общем Ну а что? Он грозился уйти из проекта А это катастрофа Поэтому пришлось пойти навстречу Ну в общем, а сейчас все нормально Извините Я очень хотела Я вас очень прошу Не увольните Пашу Да Ты уверена? Хорошо Я все понял Ладно, я пошел Извините, что нарушил ваш съемочный процесс Но думаю, дольщика вы легко найдете Погоди Сейчас звонили насчет тебя Катька постаралась для тебя И что? Стелла сказала, что ты остаешься Но главное Сегодня на пробы Не суйся Вася, Вася Это было замечательно Спасибо тебе Я хотел сказать Я хотел... Вася, Вася Ты замечательно выступила Ты зря переживала Это было просто Просто чудесно Как вообще? Ты знаешь Ты знаешь, у него одна фраза Но вылезет он вполне спокойно Понимаешь? Хорошо Я сейчас пойду и потом скоро к вам присоединюсь Ну что, ребятки, молодцы Я думаю, мы можем перейти к следующей сцене Правда? Ну все, давайте, если все готовы, начинаем Все готовы? Нет, не все готовы А что такое, дорогой? На площадке посторонние О! О! Вот это, что ли? Ты это имеешь в виду? Я не произнесу ни слова Пока на площадке будут посторонние Так В чем дело? Что так? Что опять не так? Объясни мне Ты мне обещала, что этот человек больше на площадке не будет присутствовать Мне кажется, это не повод срывать нам сейчас съемочный процесс Давай продолжим, потом поговорим Нет, мы не продолжим Мы не продолжим, пока этот щенок находится на площадке Он не щенок Он щенок Хоть ты и помолчи А что? Между прочим, он за меня заступился Я тоже имею право голоса Так, Катя, ты не лезь только, пожалуйста Павел Пожалуйста, освободите площадку Этого недостаточно Я хочу, чтобы ты при всей группе уволил его Мне нужны гарантии Хорошо? Павел, пожалуйста, зайдите в бухгалтерию Напишите заявление И получите расчет Все, а? Ты доволен? Мы можем продолжить Теперь можем Слава Богу Все, давайте начинаем По местам все Нет, мы не можем продолжать Что еще? Если вы уволите Пашку Я не буду сниматься Так, подожди Деточка Катюш, ты вообще сейчас серьезно со мной разговариваешь? Серьезнее не бывает Вы увольняете Пашку, я не снимаюсь Вы тут все решайте А потом мне сообщите По-моему, отличный выход Ни хама на площадке Ни плохой актрисы Идеальная ситуация А что ты ржешь сейчас? Да я думаю, что После всего, что произошло Мне Лучше уйти Ну и зря Во-первых, ты подставишь многих людей Которые в тебя верят А во-вторых, ты теряешь хороший шанс Вон попка Спит и видит Как сыграть роль Василисы Да, но я не попка Я не хочу, чтобы другим людям Из-за меня было плохо Прости, а у тебя с Рэм что-то было? Я просто очень хорошо к нему относилась В какой-то момент я даже подумала, что Влюбилась в него Серьезно? Не знаю Моментами мне казалось Ладно, это все не важно После того, что он натворил Я сомневаюсь, что у меня остались какие-то чувства к нему Знаешь, что я тебе скажу? Ты классная А такой Подонок, как Макаров Не то, что любви твоей недостойно А простого взгляда Да ладно тебе Точно Даже не думай уходить из сериала Да не будет ты так, в принципе, реально Откажись от этого матома Извините, нет Пока этот щенок здесь работает Я на площадку не выйду И вообще, это уже творится у вас на кастинге Вне всякой критики Ну так и не критикуй Работай спокойно Тогда и конфликтов у нас никаких не будет А как можно работать спокойно с такими людьми? Да еще и когда какая-то обслуга позволяет себе ударить артиста по лицу А его даже не увольняли Послушай, ну парень погорячился В принципе, он хороший работник Мы же не можем так бросаться с людьми То есть, вы хотите сказать, что каждый говнюк В вашей группе Может позволить себе ударить артиста по лицу Просто потому, что ему померещилось Что партнер обидел партнершу Вам не кажется, что это бред? Я при этом не присутствовал Но, насколько я знаю, ему не померещилось Мне кажется, не стоит привносить в работу личные взаимоотношения Да какие тут личные отношения? У меня с вашей Катей нет и не может быть никаких личных отношений Ну и отлично Постарайся понять У нас очень мало времени на съемке Я понимаю Чем раньше мы закончим эти пробы Тем быстрее начнется работа Я тебя очень прошу Не будь таким принципиальным Знаете, я просто Не могу относиться к работе иначе Слушай, ультиматум это не выход Все тормозит он Откажись от него Я тебя прошу И я постараюсь, чтобы тебе было комфортно Парень будет тише воды, ниже травы И я тебе это гарантирую Ну, не знаю Может быть, вы и правы Работа есть работа Хотя, конечно, это неправильно Ну вот отлично Я знал, что ты здравомыслящий человек Договорились? Данила, я не понимаю Это же твоя мечта Твой фильм Это же Голливуд Стоп, ты все рассчитала Ты придумала всю эту сказку про Голливуд Но не учла одной вещи Того, что мне вся эта ерунда не нужна Понимаешь, я этого не хочу Не хочешь? Да, я не хочу этого Я хочу снимать кино здесь, в своей стране А ты вообще когда-нибудь любил? Ну да Вот Сейчас тоже понимаю Что мой тот самый был Ола Только я все Своими руками сломала Стой, 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 стой Стой, стой, стой Слушай, не перестань, а Спокойно скажи, кто тебя обидит Это все По-моему, все До нас смеются Привет Ну как ты там? Так Пожалуйста, приготовь меня покушать Одну секундочку Ты никакой не мужик Я тебе потом все объясню Да Я все объясню сам Алло Это ее любовник Нет Освободиться и позвонить Он бросил пупу Но я бы на твоем месте позвонил бы ему Я уверен, что ему тоже плохо Катерин Ну что за ультиматум, а? Либо Пашка остается Либо мы уходим вместе Так, а это вообще какой-то детский сад, дорогая Да, Рэй ведет себя не по-детски Так, подожди Я все пытаюсь понять А в чем дело? Чего ты так защищаешь, что этого дольщика? Он тебе кто? Кум, брат, любовник Какой любовник? Он не друг И давно ли? Так, а это не важно Важно, что он за меня заступился Значит так Какой-то там дольщик Не имеет никакого права бить актера Да, но только то, что все остальные струсили Не делает его виноватым Но это противоречит всякой рабочей этике, дорогая А как Рэй ведет себя на площадке? Это что, этично? Ну, дорогая, ну Макаров просто какая-то капризная звезда Вот и все Да, только это не дает ему права вести себя как подонок Вот и получил по заслугам Катерина Я тебя прошу Не мешай мне работать Не надо вот этих вот ультиматумов Ультиматумов Я тебе обещаю Мы со временем как-то вернем твоего этого Пашку на площадку Ладно, работа есть работа Только я своего мнения не поменял Ну что ж По-моему, мы провели переговоры И пришли к позитивным результатам И мы с Александром Яковлевичем тоже Так вот Я так полагаю, что вы отказываетесь от своих ультиматумов Правильно? Правильно Угу И вообще должна заметить, что не актерское это дело Угу Решать, кого увольнять, а кого нет Это дело продюсер Угу Когда продюсерам по барабану приходится вмешиваться Мы накажем этого мальчишку Между прочим, на Западе звезды выбирают сами себе партнеров Так, это ты к чему сейчас, а? К тому, что у того конфликта, который возник с этим рабочим Он не рабочий Хорошо У того конфликта, который возник с обслугой Есть очень серьезные причины Так, а это ты сейчас к чему, а? Просто я считаю, что ваша кандидатура на роль Василисы профнепригодна Из-за этого все проблемы И этот конфликт не последний Значит так Катя утверждена каналом И нас она тоже устраивает А меня нет Так что выбирайте Или я, или она Катя будет сниматься в сериале Хорошо Я сказала И Александр Яковлевич Тоже? Тоже Ола? Прости меня Я такая дура Да я тоже был хорош Думал только о своей карьере Что я должна сделать, чтобы Наши отношения стали Такими же, как раньше Делать ничего не надо Я вернулся Теперь у нас все будет хорошо Ну а что, если Сериал Не получится из-за Таких людей, как Рэй Все будет хорошо Мы что-нибудь придумаем Не переживай Выходи за меня замок Да что ж такое Я вот понимаю, почему На съемочной площадке Всех заставляют Подключать мобильный телефон Потому что невозможно Даже любимой девушке Сказать, что я ее люблю Что я ее хочу И что я хочу, чтобы она за меня Вышла замуж Еще раз Друзья, я дико извиняюсь Я, наверное, вам очень мешаю Но До вас никто не может дозвонить Да, они очень хочут сейчас Разговаривать Ни с кем В общем-то, даже С самым близким другом Я понимаю, но Это очень важный звонок для тебя Ответь Да что ж вы будете делать? Алло Александр Яковлевич, здрасте Я рад вас слышать Как вы поживаете Да я тоже неплохо Я вот приехал Ну не знаю Но надеюсь навсегда Ну да А что там? Кем? Промоутером в клубе, что ли, опять? Что? Снимать сериал по книге Василисы? Да вы что? Ну я немножко другое кино делаю Александр Яковлевич Ничего себе Слушайте, а я могу пару минут подумать? Для профор Я понял Я перезвоню, Александр Яковлевич Спасибо Слушайте, ну это невероятно Я, честно говоря По-моему, такого не бывает А дело в том, что Александр Яковлевич Мне сейчас предложил Снимать сериал по твоей книге А взамен предложил Финансировать мне полный метр В общем с условием Только того, чтобы я снимал его в России И мне кажется, что кто-то из вас Приложил к этому руку На самом деле это была ее идея Субтитры сделал DimaTorzok